Сегодня в Украине начались выборы, пока предварительные и в рамках одной партии. Сильная Украина, партия Сергея Тегибко начала акцию «Народный праймарис». Политическая сила решила не только обнародовать имена кандидатов в местные органы самоуправления, но и путем всенародного и внутрипартийного голосования определить лучших претендентов. Их имена избиратели увидят в бюллетенях на выборах 31 октября. Агитационный стенд, прозрачная урна и избирательные бюллетени – все, как на настоящих выборах. Так сильная Украина, партия Сергея Тегибко начала сегодня свою избирательную кампанию. За пару часов только на одной точке около главпочтамта успело проголосовать более 50 запорожцев. Чаще всего спрашивают, а что выборы сейчас? Мы говорим нет, то есть будут, предлагаем кандидатов за кого. То есть выставляем их на общее обозрение. Новое слово в избирательной кампании решил сказать лидер сильной Украины Сергей Тегибко. Решение о проведении праймилис – предварительных выборов в рамках одной политической силы – его инициатива. На местах ее поддержали. Это возможность политической силы до того, как начнутся и пройдут официальные выборы в стране, в государстве, дать возможность членам партии, дать возможность людям, которые являются избирателями, познакомиться с теми, кто же пойдет кандидатами в депутаты и предварительно определить, кто из них достоин этой почетной чести. В бюллетенях – имена членов сильной Украины, которые намерены баллотироваться на местных выборах. Лучших определят по результатам голосования. Это народный праймилис. Проведет сильная Украина и внутрипартийные выборы, где за достойных выскажутся члены партии. По результатам объединенного рейтинга будут составляться списки на выборах 31 октября. Валерий Билан – один из участников праймирес. Говорит, что участие кандидата в предварительном отборе пойдет на пользу команде. Это личное желание, мне интересно. Подобралась очень серьезная и хорошая команда. Я, если не возражаете, стал членом этой команды. И, поверьте, да, бить, как говорится, гуртом «Батька» всегда легче. Поэтому давайте будем стараться не бить, а перестраивать нашу Украину действительно к лучшему. Открытость сильной Украины должна вернуть доверие народа к избирательному процессу, говорит Артем Магелатов, представитель молодежного крылопартии. Вот этот стереотип неверия, недоверия к власти, неверия к избирательному, нормальному, человеческому, цивилизованному процессу, который происходит, в принципе, во всем мире, его нужно ломать. Вот чем мы сейчас и занимаемся. В Запорожье сегодня начали работу 22 мобильные группы, которые обеспечивают горожанам возможность проголосовать за кандидатов сильной Украины. Такая же работа ведется и по всей стране. Продлится народный праймерис до 31 августа. И уже в начале сентября его результаты будут оглашены публично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова